Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, братья и сестры, дорогие телезрители. И, находясь здесь в Центральной Церкви города Одессы, мне очень приятно, что сегодня с Божьей помощью на основании библейских пророчеств мы будем рассуждать о последнем времени. Одним из главных признаков последнего времени прихода нашего Господа Иисуса Христа является Израиль. Я думаю, что все, кто внимательно наблюдает сегодня за историей, за событиями, они не могут не видеть, что Господь совершает в этой маленькой стране. Когда в 1948 году в один день была рождена нация, государство, когда Господь по-особому провел их это время. Одно то, что из Советского Союза, бывшего Советского Союза, более миллиона евреев за последние 15 лет выехали на свою родину. Из Одессы, только из Одессы, 172 рейса кораблем были совершена алия или исход евреев на свою родину. Это нелегкое время, это трудное время, но Господь этим показывает, что Он бодрствует над Словом Своим и что все пророчества, Слово Его, оно в точности исполняется и в наше время. Я думаю, что все, кто наблюдает сегодня за событиями последнего времени, могут подтвердить вместе со мной эти слова, что маятник древних часов Израиля сегодня в движении. Господь совершает свое дело, и это говорит нам о том, что Его пришествие очень близко. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, каждую душу, чтобы мы были внимательны к событиям, которые совершаются в наше время. А они говорят нам о том, что Бог бодрствует над Словом Своим. Божьих благословений вам все. Божьих благословений вам все. Конечно, это и большая ответственность. Вы знаете, я как-то вспоминаю Билли Грейма, он уже 60 лет, более 60 лет проповедует и говорит, всегда, когда выхожу за кафедру, дрожат ноги. Это большая ответственность. Это большая ответственность. Но мы благодарны Господу, что мы знаем, что наш Господь, Он милостив к нам, что Он тот, который полюбил всех нас и полюбил так, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, который пришел в этот мир, который жил так, как мы. Только Он мог сказать, если Сын освободит, то истинно свободны будете. В Израиле, в Иерусалиме, это сегодня город мирового значения, столица мира. На храмовой горе стоит еще мечеть Амара. И на этой мечети написано по-арабски, у Аллаха нет Сына. Это как бы вызов всему христианству, вызов всему плану Божьего спасения. У Бога есть Сын. И через Него мы можем обращаться и молиться Отче наш. И Он так полюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий в Него. Мусульманство провозглашает и распространяет Коран только для одного народа. Бог открыл Евангелие и дал Евангелие для всех народов. И на небе мы увидим все народы, нации, национальности. Потому что Бог так полюбил этот мир. Но, дорогие братья и сестры, сегодня, по желанию ваших братьев, и это особенно лежит мне на сердце, мне хотелось, чтобы мы с вами вместе порассуждали над Словом Божьим, которое говорит нам о последнем времени. Иисус Христос, заканчивая Своё служение, Он говорил о последнем времени. И указывал на многие признаки последнего времени. И вот одним из главных признаков последнего времени мы читаем такие слова. Евангелие от Марка, 13 глава, с 28 по 31 стихи. Это слова самого Христа. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви её становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда увидите всё сие, знайте, что близко при дверях». Я думаю, что здесь не надо нам много объяснять, что действительно, когда уже это солнышко на юге страны уже даже сеют, там уже начинаются распускаться деревья, скоро здесь в Одессе, потом через пару недель и у нас в Киеве, что мы все знаем, что близко лето. Лето предближается. Так вот, есть определенные события, дорогие братья и сестры, которые говорят нам о близком пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И это не просто так абстрактное заявление. Это исследование Слова Божьего, которое показывает нам, какое время мы живём. Библия приводит множество признаков, но признаком номер один или главным признаком является как раз Израиль, израильский народ и воссоединение этой нации. Книга пророка Исаии, 66-я, глава, 8-й стих. Внимательно послушайте, если имеете Библию, откройте. И здесь говорится так. Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому? Возникает ли страна в один день? Рождается ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сыновей своих? Кто такое слыхал? Кто такое видел? Чтобы в один день после почти две тысячи лет, когда Иерусалим был разрушен, когда народ израильский был рассеян, когда проходил он через великие трудности, переживания, начиная в первом столетии, начиная в втором столетии, в средневековье, большие гонения, трудности. Казалось бы, потеряна всякая надежда. А особенно, когда во время Второй мировой войны более шести миллионов евреев были уничтожены, сожжены, убиты, расстреляны. Один Бабий Яр, что стоит в Киеве, а кто побывал в этих концлагерах, возможно, видел, слышал, читал. Есть много исторических повествований об этом. После того, 48-й год, несколько человек заседают в Тель-Авиве после долгого скитания, плавания, гонений, непринятия их с одной страны, в другой стране отвергали их. И в это время Бен Грион как бы воскликнул, находясь там на корабле, мы, наконец, должны иметь нашу Родину. Мы не можем больше так скитаться. И приблизились к берегам Тель-Авива, и вот заседание, и в один день рождается нация. Останавливается страна. ООН принимает решение. Советский Союз поддержал, Украина поддержала как отдельный член в ООН. Потом, правда, сразу же, на другой день, через 24 часа, пять стран, окружающих Израиль, объявляют войну. Некоторые из них еще до настоящего времени находятся в военном положении по отношению к Израилю. Это Сирия, Таливан, это Иран. В один день рождается страна. Это только Господь мог сделать. И мы на протяжении вот этого короткого времени будем читать пророчества, которые как раз будут говорить, что это Он, это Господь делает. 43-я глава книга пророка Исаии, 5-й и 6-й стих Господь говорит так. «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и к западу соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Этот народ прошел великие испытания, трудности, гонения. Они не имели места на протяжении почти двух тысяч лет. Я недавно получил письмо от друга своего из Иерусалима. Он пишет как раз во время этой войны в Гассе. Он пишет, «Мы такая маленькая нация, наконец-то имеем свое место, что и здесь нам не дают спокойно жить. Мы прошли трудные испытания, нас гнали, нас ненавидели, над нами издевались, о нас всякое рассказывали. Даже официальная историческая церковь заняла антисемитистские положения и гнали Израиль». Таково положение. «Но Бог, который бодрствует над Словом Своим, Он сказал, «Я соберу, скажу северу, отдай, и югу не удержи, ибо это мой народ. Я его люблю, несмотря на то, все, что он сделал. Я беру на себя ответственность», говорит Господь. Слушайте, книга пророка Иезекиилии, 36 глава, 22 стиха. «Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилю, а ради святого имени моего, который вы обесславили у народу, куда пришли. Я освящу великое имя мое, обесславлющее у народу, среди которого вы обесславили его. И узнают народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, который явлю на вас святость мою пред глазами их». Бог берет на себя всю ответственность ради святого имени своего. Он берет на себя эту ответственность. И что бы люди не говорили, что бы не заявляли, как бы не относились, но Слово Божие, оно неизменно, оно верно. И так, как сказано в Битие 12 главе, где Господь сказал Аврааму, что благословляющий тебя, благословляющий вас, будет благословен, проклинающий вас, будет проклят. Самое последнее известие, когда в прошлом году Буш, еще будучи президентом, приехал в Израиль, потом посетил Садовскую Аравию, Египет, выступая там, на Ближнем Востоке, он убеждал евреев, чтобы они не были столь упрямые, чтобы они разрешили, чтобы разделить Иерусалим. И как только он возвратился домой, сразу банки рухнули. Шесть раз государственный секретарь Кандализа Райс приезжала в Израиль, на Ближний Восток, решать проблемы, и каждый раз, когда она возвращалась, Америку посещали бедствия из-за того, что она занимала неправильные отношения по отношению к Израилю. Четыре из этих шести бедствий были объявлены национальными бедствиями. Это Нью-Орланд, это пожары в Калифорнии, это Флорида и другие события, которые совершались. Благословляющий вас будет благословен. Многие люди до сих пор, политики, не понимают, что у Израиля нету другой земли, нету другого места. История говорит, что даже когда в Средневековье, когда Колумба открыл Америку, то как раз первые переселенцы это были гонимые евреи, которых уничтожали, более 300 тысяч было уничтожено в Испании в то время. Они бежали с Испании, оставляя своих детей, христианских семьи, а сами убегали. После того была большая миграция и сейчас найдено в документах, что евреи, которые приезжали к Нью-Йорку, приплывали. Нью-Йорк тогда был как Амстердам, когда приплывали к Нью-Йорку и выходили на землю, им давали земли, но заключался договор и в договоре писалось так «До тех пор, пока будете иметь свою землю». До тех пор, пока будете иметь свою землю. Не Барабиджан земля для Израиля, не Африка место, где хотели выделить, а именно карта, древняя карта и сегодняшняя карта, места, которые Бог определил полностью совпадают. Бог бодрствует над Словом Своим и Он неизменен. Это мы увидим еще и прочитаем в пророчествах. Поэтому, дорогие братья и сестры, мое искреннее желание, чтобы сегодня в Церкви и в нас, в нашей стране как бы больше и больше мы открыли глаза и увидели то время, в котором мы живем и что совершает Господь. Господь совершает второй исход, как было из Египта, так вот в последнее время. Я не знаю, все ли вы знаете, что вот за последние 12 лет из Одессы отправлено 172 корабля. 172 корабля отправлено евреев. Трудное было путешествие, особенно начало, когда таможенники издевались, а забирали у них, старались забрать вещи, старались препятствовать всячески, смеялись над ними, издевались над ними. Но 172 корабля за последние годы из бывшего Советского Союза более миллиона. Из Ефиопии около 200 тысяч. Я был в этих лагерях, встречался с этими людьми, которые возвратились. Из Северной Индии возвращаются трудности, потому что там близко к Китаю трудности имеют, так как раньше было в Советском Союзе. Сейчас ДНК может определить не только кто еврей, кто не еврей, но даже из какого колена, священнического колена или нет, есть возможности определить. Бог имеет и дал эти возможности, сегодня открывает их. Знаете, мы многое думаем, как это возможно? Особенно мы простые верующие, ну как это так возможно? У Бога все возможно. Если Он открыл сегодня для нас, простых смертных людей, если эти знания настолько умножились, и это один из признаков пришествия Иисуса Христа, мы сегодня ехали к вам, где-то видели, по-моему, 4 или 5 камер, когда ты на скорости 150 километров мчишься, и камера тебя раз зафотографировала, и номер машины, и твое лицо там, и тебе приходит штраф на 500 гривен. Думаешь, как это так? Никто не видел. Бог все видит, Он все контролирует, Он бодрствует, у Него такой навигатор, что Он всю землю контролирует очень легко. Иеремии, 16 глава, 14 по 16 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горе, со всякого холма, из ущелий и скал». Вот новое время, Господь говорит. И это как раз сбывается в наше время. Это новый исход, новое возвращение. Иеремии 31 глава. «Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя его. Если сии уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом пред моим или пред мною навсегда». Вот такой верный наш Господь. Он говорит, как солнце, как луна исполняют свои обязанности до тех пор, пока они назначены для этого. Как это все верно исполняется, так и я остаюсь верный для своего народа. Иеремии 32 глава. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, слушайте внимательно, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житье. Они будут моим народом, и я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить их, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступили от меня, и будут радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей от всего сердца моего и от всей души моей. Это Господь берет на себя ответственность. Он говорит, я их рассеял, разогнал в ярости моей, я наказал их, но тот же Господь, который рассеял, разогнал, он берет на себя ответственность и восстановить. Он разрушал, он наказывал, он соединяет, и он благословляет сегодня. Мне приходится встречаться с некоторыми мэрами, у нас там в Ильбине, в Киеве, вы знаете, я всегда, когда заканчиваю беседу, так смотрю им в глаза и говорю, не обижайте евреев. Один из них даже испугался, говорит, я не обижаю, я говорю, но если будут обращаться к вам, не обижайте, потому что ваше отношение к ним будет определять и ваше благословение в служении. Один из таких говорит, я сам еврей, я говорю, хорошо, но все равно не обижайте, потому что это народ Божий. Бог взялся восстановить географически, исторически и духовно Израиль. Бог заключает с ним Новый Завет. Израиль нарушил тот Первый Завет, заключенный с Богом, когда Он вывел их из Египта. Ну вот, Слово Божие говорит так, Иеремии 31, глава с 31 по 34 стихи. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, не такой Завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли Египетской. Тот Завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израиля. После тех дней, говорит Господь, вложу закон Мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, и они будут Моим народом. Уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, «Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Есть ли более утешительные слова? «Я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну более». Когда мы читаем дальше книгу пророка Иеремии, 50-я глава, здесь говорится так, «В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, и будут ходить и плакать и взыщать Господа Бога своего, и будут спрашивать о пути к Сиону, и обращаясь к Нему в лицо, будут говорить, идите, присоединяйтесь к Господу союзом вечным, который не забудется». 67-й год объявлена шестидневная война, она стала шестидневной, объявлена война. Пять государств вокруг Израиля, Сирия, Иордания, которая имела мандат над Иерусалимом тогда, имела под своим владением Иерусалим, Ливия, Ливан, вернее, Ливан и Иран и Египет со всех сторон объявляют войну крохотной маленькой стране Израиль. Советский Союз объявляет мобилизацию резервистов, добровольцев, направляются самолеты, я служил в это время, я знаю это, самолеты направляются в Египет, Голди Мейер, премьер-министр, три часа ночи поднимает трубку и звонит американскому президенту Ричарду Никсу и говорит, Ричард, если вы не поможете, нас сотрут с лица земли, Ричард пишет после в своих мемориарах, я никогда не жалел в своей жизни, что стал президентом так, как пожалел эту ночь, потому что это большая ответственность. Итак, собрались вокруг все полчища, еще не успели египетские самолеты подняться, как израильская эвакция всех их уничтожила. Война, которая длилась всего шесть дней, сделала решающие изменения, голландские высоты, как территория Израиля возвращена, Иерусалим, старый город, Иерусалим, в котором язычники, в котором мусульмане властвовали, он переходит с очень большими трудностями, он переходит снова под израильскую юрисдикцию, под для израильского государства. Написано, есть исторический факт о том, что когда совершалась самое последнее сражение за гору Сион, когда там израильские десантники уже оставало всего 18 человек, им была дана команда, чтобы не разрушать эти святыни, все они отдавали жизнь свою, но оставались там верны. В это время целый полк арабов и шли, чтобы захватить, и вдруг, и вдруг остановились, и начали арабы кричать «Абба Абраам! Абба Абраам!» и начали оставлять свое оружие и убегать. И так Сион, Иерусалим стал снова столицею мира, столицею Израиля. Бог совершил такое чудо. Он верен в своих обетованиях. «Так ты дорог в моих очах и многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою, не бойся, ибо я с тобою, от востока прибеду племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Веди народ слепой, хоть у него есть глаза, и глухой, хоть у него есть уши». Второй части нашего служения и этой проповеди мы на конкретном примере из Нового Завета увидим роль церкви, что должна делать церковь для этого народа, который, как говорит Слово Божие, хотя имеет глаза, но еще слепой, имеет уши, но еще глухой. «И возвращу племя Иуды и племя Израиля и устрою их, как в начале, и очищу их от всей нечистоты их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которые они грешили предо мною и отпали от меня». Через покаяние и прощение Израиль окончательно и навсегда будет примирен с Господом. Книга пророка Осии, будьте внимательны, я не буду толковать, я только прочитаю это место Слова Божия. Книга пророка Осии, 6 глава с 1 по 3 стихи В скорби своей они с раннего утра будут плакать, искать меня и говорить «Пойдем, возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и привяжет наши раны». Внимательно слушайте. «Оживит нас через два дня и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его и так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам как дождь поздний, как дождь оросит землю». Вот такое пророчество. Может, кто-то сказал, оно сбылось, оно сбывается на наших глазах. Эти два дня на исходе начался третий день, день восстановления. Ибо конечная цель Божия Бога восстановить Израиль ради славы своей. Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог, не для вас я делаю этот дом Израилю, слушайте внимательно, не для вас я делаю этот дом Израилю, а ради святого имени моего, которые вы обесславили народу, куда пришли. И я свящу великое имя свое, безславимое у народов, среди которых вы обесславили его. И я Господь говорю, и я исполню это. Господь верен в своих обетованиях. Бог взялся восстанавливать Израиль. Бог совершает это. И возьму их вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу и окроплю вас чистой водой и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. Упустошенная земля будет возделаемая. Был пустыней в глазах всякого мимохватящего. Тогда скажут это пустыля, земля, пустыльная земля сделалась как сан едемский. И эти развалившиеся и опустелые разорванные города укреплены и населенные. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я Господь вновь созидаю разрушенные, засажаю опустелые. Я Господь сказал и сделаю это. Так говорит Господь Бог. Вот еще в этом явлю милость мою дому Израилу, умножу их как стадо. И будет число сынов Израилев как песок морской, который нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Осия 1.10 Господь взялся восстановить не только исторически, не только географически, но и духовно. Он дает им новое сердце и новый дух. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашего сердца каменное, и дам вам сердце плотное. И вложу внутрь вас мой дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить с заповедем моим. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Через всю Библию мы можем цитировать, читать эти места, где они показывают верность Божию. Конечно, многие теологи, многие богословы, многие люди могут сказать, Израиль не заслужил такого отношения Бога к себе, когда мы смотрим на всю историю. Но также точно евреи могут сказать, что церковь не заслужила такого положения, которое Господь обещает ее. И поэтому Библия говорит, что речь идет не о заслугах, а о великих Божьих планах и Божьей милости, как Израилю, так и к церкви. И возвращу из плена народ мой Израиль, и застроят упустошенные города, и поселятся в них, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды их, и водворю их на землю их, и они не будут уже более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь. Амоса 9 глава. И Захарий, 2 глава, в заключении этой части я хочу прочитать такие слова. «Ликуй и веселись в черте Сиона, ибо вот я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь среди них, и узнаешь, что Господь Саваох послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим, да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего. Против Господа, против Его планов, против Его намерений никто ничего не может сказать, ибо Он возвращает плен, Он разрешает застраивать и отстраивать упустевшие города, Он благословил насаждением садов и виноградников, но Он также дает новое сердце, и тогда исполнятся слова, которые сказал Христос, и будет одно стадо, и один пастыр, потому что Он говорил, есть у меня овцы и другого двора, и тех мне надлежит спасти. Тогда исполнятся слова, которые Христос сказал и молился в первосвященнической молитве, да будут все едины. Дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас. По-другому посмотреть на библейские пророчества, посмотреть на те события, которые сегодня совершаются там и на этой крохотной территории Израиль. Территория, которая приравняется, а может даже меньше, некоторых областей Украины, а глаза всего мира прикованы туда. Территория, на которой Бог сказал, что там будет снова явлена слава моя. Для Израиля нет другого места. Нас могут быть много вопросов тех, которые читают Слово Божие. А как будет с храмом? А как будет с Антихристом? Какие события еще совершаются? Это все в Библии тоже есть. Но сегодня моя главная такая цель, чтобы мы по-особому посмотрели, как Бог шаг за шагом действует, совершает и возвращает свой народ. Я говорил, более миллиона из бывшего Советского Союза, только из Одессы 172 корабля, Эфиопия, другие страны. Народ еще слепой, народ еще глухой, но возвращаются, потому что это в планах Божьих. Да благословит нас Господь, бодрствовать, видеть это. И если даст Господь, мы через несколько минут продолжим уже на конкретном примере, посмотрим, что совершает сегодня Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok